приветствую всех себя на канале сегодня я вот выбрался в лес поискать грибы уже у нас были заморозки беларуси у нас сегодня 9 ноября 2019 год до этого были заморозки где-то числа шестого 4 ноября были заморозки уже до минус 4 доходило это уже третий день у нас дождь идет такая погода пасмурная вчера день дождь был я ездил на рыбалку ничего не слою одна поклевка была судака нажив и все такие вот грибы непонятны и вчера на рыбалке ничего не было и решила сегодня по грибы ездить ну или просто по лесу походить то что горбов не видно особо зашел я был одного подосиновика видно замерзшая тогда еще вырос он и замерз черный таких больше ничего не видно зеленок не видно где не видно белых тоже так идем более на открытое место сюда вот можно на солнце прогревала так что и выросла такого ножика все купил нового за рубль белорусский 50 центов вроде как сталь пишет по грибы нормально будет предыдущего посеять это когда рыбы собирал странно ничего не видно я у поляна песчаники так особо и лес не росте на улице сейчас наверно плюс 11 такая погода тучки но иногда даже солнце выглядывает хотя ночь и дождь почти бесперебойно валил если будет тепло такое 11 хотя бы днем подожди пошли неплохие думаю грибы пойдет покуда что ни грибов не видно ничего другого даже мухомору куда уже прибег на дорогу ладно ладно лесная дорога пошла раз пойдем ту сторону старый лес уходим мох красивый белый от сыра вот так мягкий а так он хрупкий его мог рыбов не надо хвост мог вам покажу наш полей все белорусско сейчас пойдем вдоль этого бугра на склоне глянем тут может что будет в этом году грибы так пару раз прокидывали с недельку ну не было времени особо за ими ездить занимался стройкой бетонными делами залива под забор отмостку фундамент и заливал блок ложу на клей вот позавчера залил короче позавчера я армопояс наверх на блок забил домику простройку небольшую и на блок наверх если кто знает армопояс это бетонная полоса такая с арматурой что блок сверху не трескали стены и балки на его ложись на армопояс этот так вот что погребы не ездил хотя все это дело до мороза сделать успеть то что бетону надо пару недель крепость набрать чтоб тепло было более-менее и вот так раз там долажил последние роды блока на клей ночью проморозило думал на этом уже стройка моя закончится аж потом гляжу прогноз недели полторы тепло передали вузе успел короче а долепить один этот последний рад там оставалось блока положить и залить позавчера армопояс сегодня шурупы выкручив сверху опалубку что держали права в блок заворачивай длинные наверно по 120 миллиметров а вот все рыбы все померзла из гнила а свежих не видно особо только пару мухоморов башу это рыбок недавно вырос не знаю что за таких не беру странно не шутим не видно пойдем сюда вот старый лес пройдем мы шли параллельной дороге до сной возле бугра думал может что будет даже не видно сейчас проходим дорогу и попадаем старый лес мусора по накидали бутылки с шампанской валяются где-то тут улей должен быть позже улья находил рыбы были беленькие чуть не наступил где у лето гриба наступил это у нас будет знаю что то таких польски наверно снизу родяк польский старый только что ой да польский на червилы полностью ну червяк видны старый же арбом пахнет лесом то он тут и не один он еще один и вот еще стали вот тут даже два все стали червивые и стали интересно ход найти ну старом лесе хотя уже польский попался то там и того не было кто-то его обгорит сверху видно в этот покрепче молодых себе с червя заберу червил червяки червяки все погрызли ладно а еще мячи белые Вот эта дорога прошла, поворот с той, где мы шли, туда пошёл, там возле болота острова, а здесь и тулей колодных. Рыбы какие-то растения видно. Раньше тут хорошие такие боровички попадались, в том году были и не видно. Рыбы какие-то растения. тоже польский это интересно что польский на молодых вроде червя нету одна дырочка маленькая заберем хоть что у ведра лежит так лежу по сторонам куда идти дальше много леса вырубили за последние два года засуха было сосновый пилильщик развелся в лесу так как людям не разрешают брать лес вот этот старый поваленный чтоб не ехту жуку раздоль и разводить кстати хватает вот это жука короче развели столько что перегрыз все вокруг что лесники успели попилить лежит там штабеля черная это дровесина не но что они попилили то попадала и разлагаться тут правда в лесу такие вот видно там поляна здоровая вырубка раньше лес был старый хороший если так пойдет дело и дальше то негде будет гриба собирать ходить осталось так где нормально грибы это 3-4 молодые посадки где гриб водится все остальное основном это выпилки делянки хорошего за виду все кусты гляне что на росте нас чернишник рассел на листья скину чернишник этого башнишник вместе а спустил гляну таки вода рыб красивую штука скину чернишник скину красавицы снизу таки белый белый вот я трону сразу пятно стало красивый гриб одна хай расти грунт у нас тут в лесу основного песок с поверхностным торфом я не знаю что перегнить успело листья и потому если нету дождей все сохнет и падает ну и грибы не растут вот за последние где-то три недели когда последний раз лесу бы дождей не было основном это засуха была тогда работой занимался рассказывал наш коллеги по бетону особо не было времени по лесах ездить это береста хорошая а так существенная на сегодня 5 бересты на собираем да на этом и все будет береста то хорошая вещь кто с деревни тот зная что грубу хорошо подпали на дровяные котлы на котлы на грубу дрова чтоб подпалить хорошая вещь немного взял лишний не будет какое-то гнездо или просто натрусилась так пойдем дальше немного брошу что пару кусочков насобирал бересты такое полено что-то эти нельзя хорошие жалко бросать заберу полностью цилиндр этот прямо цилиндр целый внутри выгнило бровно вот цилиндр берестяный заберу полностью полностью цилиндр этот ну до дому пустыне поедем все равно что-нибудь довозьмем хочу что буду с чем попробовать с бересты дёхать делать руки замазал только ладно хвост собирал 20 литровое ведро строительное набросал набросал напаганка бледная притоптанная вот тут у нас старый лес на границе с вырубкой еще не порубили в лесу у нас тут папорот по белорусску папорот папоротник хороший получается вон у нас посох проморозило его какого растения интересна красивая тут целая поляна папоротника цвет а ты п сейчас зайдем еще на одну гору там посмотрим эти боровички если не будет уже на этой горке то уже нибудь и негде подсочки ставят лесники на подсочку пустили эту вот зеляношку такую небольшую уже после подсочки на вырубку пойдет этот лес дошли мы до горы у нас то местность тут основном болотистая такая болота особенно там возле дома я живу пойма припяти и низменные леса мухоморчик и леса короче низинные такие болотистые заболочены ну до ближайшего места где грибы более-менее произрастает получается у нас 15-20 километров около 20 это ближайшие точки потом уже получается 30 и далее вот мухомори немного здесь видно свеженькие раз мухоморы должны быть эти грибы по идее ну съездили можно сказать на зря посмотрели что тут лесу творится походили по старых местах по горах и набрали вот бересты ведерко зеленка попалась может зеленки пойдет россии скорее всего здесь место такое по зеленка сказать не очень чтоб а вот если ехать далее по трассе километров через 10-15 то там такие места глуховатые люди особо не ходят далеко возле дороги то пересту забросил то получается что такая вот ножка получается там зеленка если расти эту поляну не только походили еще и грибом набрали вот тут уже попалась немного в одном месте и не только походили еще и грибом набрали это то гнили брать не буду так смотрим вокруг старые такие под зеленки зеленочка попалась тоже хорошо что-то за бугорок тут непонятная субстанция ладно тут уже получается дорога метров через 100 будет буду я выходить на дорогу поеду верно домой можно сказать пару часиков погулял по лесу да и хватит перерыв между работой это поход по лесу и рыбалка иногда получится ладно буду заканчивать на этом видео всем удачи пишите комментарии кому было интересно походить вместе со мной лайки ставьте всем удачи до свидания а